18 ноября Латвия отметила День независимости от Российской империи. В 1918 году на заседании Народного совета страна была объявлена независимой, но всего на 22 года. Второй раз Рига добилась независимости только в 90-м. Страны Балтии заявили о своем выходе из Советского Союза первыми. С тех пор выросло целое поколение латышей. И вдруг, неожиданно, приступ ностальгии по советской индустрии. Не по всей в целом, а по одному флагману. По самому западному авто Советского Союза соскучился Евгений Эрлих. Это инсценировка, игра. Смотрите, кто приехал. В реальной жизни таких больше не делают. Вымерли, как мамонты, вместе со страной. Но люди-то остались. И люди помнят микроавтобус «Раф», мы говорили, «Рафик». Был главным маршрутным такси на одной шестой части планеты. Следующая остановка – завод «Раф». Шумный двигатель прямо в салоне. Зимой холодно, летом жарко на кочках поскрипывает, в поворотах кренится. И все же «Рафик» – это настоящая роскошь – такси. У советского человека всегда был выбор – биться локтями в автобусе на по пять копеек. Или наслаждаться комфортом, но за 15. На самом деле вещи, которые принадлежали, допустим, твоему деду и твоему отцу, когда она остается и ржавеет, и умирает, ну, не хочется. Мы же сохраняем семейные портреты, правда? Мы же сохраняем какие-то религии от семьи. Очень часто у людей остаются именно старые машины, которые люди просто сохраняют для себя, для души, как память о предыдущих поколениях. Отец Сергея работал инженером-испытателем на Рижской автомобильной фабрике, то есть на «Рафе». Этот старенький автобус, теперь как новый, Сергей восстанавливал два с половиной года. Для души, для себя, на память отцу, для истории. История советских микроавтобусов началась в Риге, здесь же и закончилась. Рижские инженеры придумали делать свой автомобиль на базе «Волги» ГАЗ-21. В 60-х под маркой «Раф-977» Латвия он становится незаменим как автобус для им туристов, как маршрутное такси, как карета скорой помощи «Раф-2203». Тот самый, легендарный. Выпускал их уже новый завод в городе Елгава под Ригой. За европейской внешностью скрывались все огрехи советского автопрома, но других-то все равно не было. В 77-м году заводская команда решилась перемахнуть всю страну, от Балтийского моря до Тихого океана, 16 тысяч километров по российским дорогам. Руководил экспедицией «Валдис Брандт». Сегодня он знаменитый автопутешественник. На его счету десятки экстремальных пробегов по всему миру. А в конце 80-х он совершил, казалось, невозможное. На тех же «Рафиках» отправился в кругосветку. За пять месяцев мы проехали 35 тысяч километров. И практически без единой поломки. Единственное, где-то, когда через «Союз» проезжали где-то на Алтае, пришлось одну тормозную трубку поменять только. В нашей стране и еще в 32 странах мира пользуются заслуженной популярностью микроавтобусы Елгавского завода «Раф». Большую партию машин заказал предприятию Оргкомитет Московской Олимпиады. Этот микроавтобус будет сопровождать бегунов с факелом, зажженным на Олимпии. Во время рейса из Греции в Москву в трех лампах будет постоянно гореть Олимпийский огонь. Так выглядит сегодня музей Елгавского автозавода. Изредка сюда приводят экскурсии. Экскурсантам можно все. Например, коллективное фото на память из кузова какого-то драндулета. Для латвийских детей Московская Олимпиада – что-то очень древнее и совсем чужое. Между тем, это одна из последних сохранившихся олимпийских машин. Ее специально сконструировали для сопровождения велосипедных гонок. Наша общая история человечества показывает, что если не помнить историю, можно очень часто, и так и происходит, наступить на одни и те же грабли. Девиз Павла – время назад. Он много лет кропотливо собирает и восстанавливает прошлое, чтобы было на чем въехать в будущее. Машина совершенно аутентична. Здесь вот лежит оборудование, которым пользовались наши медики. Кислородная маска, баллон с кислородом. Ну, всем известны эти металлические баночки. Вот ящик, например, где были все лекарства и все необходимое для помощи людям. И за это наши родители получали вот такие вот грамоты. То есть никакой труд не оставался незамеченным. Почти 30 лет РАФ был основной неотложкой Советского Союза. Но конец Советской эпохи стал началом конца и для рижского микроавтобуса. Независимая Россия обзавелась собственным Марти Газель. В независимой Латвии инженеры спроектировали новую модель, причем совместно с англичанами. Но инвесторов запустить ее на конвейер уже не нашли. Сергей Бугаев в конце 80-х был ведущим конструктором РАФа. Он не любит ворошить прошлое. Это мы уговорили его прогуляться с нами по пыльным коридорам, мимо соцобязательств за 88-й год. Раньше по этой дороге прямиком в актовый зал проходили все звезды Советского Союза. Потому что всем нужен был транспорт для перевозки своих коллективов. И они этот транспорт стремились здесь получить. А в результате давали шефские концерты, чтобы ускорить сам процесс получения. Остальные смертные из отделов снабсбыта ждали своих РАФиков неделями. Жили прямо на заводе. Местные говорят, веселое было время. Всем нужны были их машинки. Это теперь грустно. Концертный зал Рижской автомобильной фабрики. Это еще и зал заседания. Здесь решали вопросы к государственной важности. Например, о том, как перевыполнить план к встрече 25-го съезда КПСС. Небывалая автоматизация. Проголосовать можно было, не сходя с места, электронно. На каждом кресле пульт. За, против, воздержался. Но когда принималось решение о закрытии РАФа, никто уже рабочих за, не против или воздержались не спрашивал. В 98-м производство встало окончательно. В Латвии до сих пор спорят, почему новая власть отказалась поддержать свой автодигант. Но по факту завод умер. На месте РАФа цветут колонны. Если в Латвии сегодня и можно встретить легендарный микроавтобус, значит это автопробег. Сергей, Павел, Валдис продолжают бередить историю. Этим летом они объехали всю страну. В следующем году планируют махнуть через Россию к Тихому океану. Повторить подвиг почти с 40-летней давности. Рекламный фильм уже готов. Евгений Эрлих, Михаил Рыжков, Евгений Павлов. Специально для программы «Тайм-код». Балтийское бюро «РТВА».